На железнодорожной станции Сочи до прибытия состава дежурят медики. По их информации, в поезде находится девушка с сотрясением мозга. Была передана нам информация, что едут пострадавшие, которые незначительно пострадали, которые значительно их госпитализировали. Поезд с пережившими крушение прибыл на станцию Сочи в 9.15 утра. Как только состав останавливается на перроне, врачи входят в вагон. Фельдшер меряет пострадавшие давление и спрашивает о самочувствии. 19-летняя Екатерина Цыганова в Адлер ехала из Омска. Она боец стройотряда. Рассказывает, сам момент аварии практически не помнит. Все произошло очень быстро. Был день, все спокойно, расслаблено сидели, отдыхали. И вот в какой-то момент два толчка, и вот мы уже лечим в какую-то сторону. Я с верхней полки лечу на стекло, головой вниз ударяюсь, и вот никто ничего не понимает. Мы пытаемся выбраться. Другим пассажирам повезло меньше. 15 человек, в том числе пятеро детей, госпитализированы. Сегодня они находятся в Крыловской центральной больнице. Еще 90 пассажиров получили легкие травмы. Им помощь оказали на месте. Минут через 10 уже приехали первые медики, сотрудники МЧС, пожарные. Все хорошо, нам привезли воду. Паники не было, в принципе. Все знали, что нам делать. И благодаря нашей слаженной работе удалось избежать жертв. По информации Южного следственного управления на транспорте, по факту схода с рельс поезда «Новосибирск-Адлер» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ЖД-транспорта, повлекшее причинение вреда здоровью». По предварительным данным, причинами ЧП могли стать неисправности подвижного состава или железнодорожного полотна.